Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Сегодня в России объявлен день траура по жертвам крушения самолета Ту-154, который летел в Сирию. По всей стране и в Анапе приспущены государственные флаги Российской Федерации. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменили развлекательные мероприятия и передачи. Анапа не осталась безучастна к общенациональной трагедии. Глава города Сергей Сергеев на своей официальной странице в Твиттере отметил «Траур искренен и глубок. Потеря для родных и близких, как и для страны в целом, невосполнимая. Скорбим вместе со всей страной». Напомним, что самолет Ту-154 Минобороны Российской Федерации пропал с экранов радаров утром в воскресенье. По предварительным данным на борту находилось 92 человека. Военнослужащие, журналисты федеральных телеканалов, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и общественный деятель, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они направлялись в Сирию, чтобы поздравить с новогодними праздниками военнослужащих Российской Федерации на авиабазе «Хмимим». Трагедия нашла отклик в сердцах анапчан. Жители нашего города соболезнуют всем родным и близким погибших. «Переживание, наверное, все-таки за людей». «Конечно, даже вот слов нет, столько людей погибло». «Что можно в таких ситуациях сказать? Конечно, люди потеряли самых близких к себе людей и все в шоке от этого. И просто поддержать хотя бы словами». «Конечно, все скорбим. Это такая трагедия для всей России. Вообще, это ужасная трагедия. Сейчас во всех церквях проходят молебны». На набережной города возникла стихийная стена памяти. Анапчане несут цветы, зажигают свечи и лампады. Жители и гости курорта отдают дань памяти всем погибшим в катастрофе над Черным морем. Среди погибших и артисты академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. С ними руководитель ансамбля Валерий Михайлович Халилов. На эту должность он был назначен в мае 2016 года. Руководитель концертного муниципального духового оркестра Анапы Валерий Степанов рассказал об этом удивительном человеке, которого хорошо знал. В совместных планах были общие проекты в нашем городе. В 2011 году был конкурс в Беленджике, оркестре. Мы там заняли первое место. Вот он при вручении мне диплома, кубка. Он был приятно удивлен, что в Анапе существует такой оркестр. И мы еще даже хотели... Был такой разговор с ним в том году. Он говорит, мы эту тему будем обдумывать. Хотелось, чтобы здесь у нас прошел конкурс, который был, краевой конкурс оркестров, чтобы прошел в Анапе. Он говорит, а я в принципе не против. Давайте этот вопрос, мол, решим. Хотелось бы, чтобы здесь тоже провести конкурс духовых оркестров края. И провести его в память о Валерии Михайловиче. Однокурсники погибшего художественного руководителя ансамбля имени Александрова намерены почтить его память особым образом. Об этом сообщил один из них. Николай Глушенко в училище был взводным командиром Валерия Халилова. Оптимистичный, доброжелательный человек и хороший друг. По словам Николая Глушенко, после окончания учебы встречаться удавалось нечасто. Служба вносила коррективы. Были планы увидеться в Анапе. На службе Валерий Халилов не был консерватором. В частности, он придумал специальную награду для военных музыкантов. Мы с Курсом решили, в общем-то, это дело по-своему отдать дань памяти Валерии. И, ну что еще скажешь, погиб друг, погибли люди, погиб целый ансамбль. Это трагедия, эта культура понесла большой урон. Это люди все с высшим, ну практически 100%, с высшим музыкальным образованием, консерваторским образованием. Восстановить такие потери сложно. Память в наших сердцах и в службе о вас, ну, будет вечно. Царствие небесное. В Анапе началась череда новогодних мероприятий, которые должны пройти в первую очередь под знаком безопасности. Такова позиция мэра города. Еще в начале месяца он дал распоряжение всем службам и ведомствам усилить контроль за проведением праздничных мероприятий в городе и селе. Однако и самим жителям терять бдительность не стоит. В Анапском центре медпрофилактики рекомендуют в зимнее время и в период новогодних праздников быть предельно осторожными и соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы самый главный праздник года провести с родными и близкими, а не в больничной палате. По словам медиков, самые распространенные причины обращения пациентов в период новогодних каникул связаны с отравлениями, обморожениями, травмами при падении на льду и ожогами. Зачастую осложнений и госпитализации можно избежать, если правильно и вовремя оказать первую медицинскую помощь. В случае ушибов к поврежденному месту необходимо приложить холод. Это любая смоченная холодной водой повязочка. Из холодильника можно достать что-то из замороженных продуктов, обернуть салфеточкой, полотенчиком, приложить к ушибленному месту. На улице подойдет кусочек льда снега, завернутый в платочек, в салфеточку, приложить к ушибленному месту. Если же случилось обморожение, ни в коем случае не стоит растирать обмороженное место льдом или снегом. Даже согревая под теплой водой, старайтесь воду делать сначала тепленькой, только постепенно ее нагревать. Если столкнулись с какой-то травмой, с открытым повреждением, с раной, с ожогами во время такого вот ошибочно неправильного использования пиротехнических каких-то изделий, возник ожог. Если есть возможность, нужно промыть поврежденное место водой. Не заливать никакими маслямистыми жидкостями, а постараться прикрыть чистой, по возможности чистой какой-то салфеточкой и доставить пострадавшего в лечебное учреждение. Это то, что касается травм, ожогов, повреждений. Если же во время праздничного застолья, ну не дай бог случилось, случились явления переедания или обострения каких-то имеющихся желудочных заболеваний, по возможности до поступления в поликлиническое учреждение или до приезда врача, можно выпить две таблеточки ферментного препарата, мезинпанкреатин. Если случились признаки отравления, это может быть тошнота, рвота, жидкий стул, тогда рекомендуется какие-либо сербенты, либо активированный уголь, либо смекта, если ничего этого нет, хотя бы обильное питье жидкости, чтобы предупредить обезвоживание организма. В январские выходные дни учреждения системы здравоохранения Анапы продолжат принимать пациентов. Как рассказали в управлении здравоохранения, в детской городской больнице прием врачей будет осуществляться 2, 3, 5 и 6 января с 8 до 13 часов. Городская поликлиника будет работать 2, 4, 5 и 8 января с 8 до 12 часов, 3 и 6 января с 8 утра до 19.00. С хорошими результатами и большими надеждами анапские дзюдоисты и самбисты подвели итоги уходящего года. В их копилке призовые места соревнований самого высокого уровня, в том числе международных. На почетных местах 27 спортсменов. Каждый из них поднялся на ступеньку выше, а это всегда победа над собой. У Дарьи Типчук второе место на первенстве мира по самбо. Говорит, год был непростым. Чтобы попасть в сборную, нужно было побеждать серьезных соперниц. Конечно, ехала с настроем на первое место. Ну, немножко не получилось, оступилась еще. Но буду работать. Сава Каракизиди только открыл себе дорогу к международным соревнованиям. Он впервые выиграл чемпионат России под дзюдо. Это не первые мои были старты, но вот именно чемпионат по взрослым это был первый. И то есть сразу получился дебютным. То есть я первое место выиграл. Это очень-очень серьезный результат. Поэтому я считаю, что этот год очень-очень удачный получился. Надежда Павлова занимается дзюдо меньше года. А в ее активе уже есть золото всероссийской спартакиады, которая проходила в Сочи. Она намерена развиваться дальше. Я могу прийти сама. Я уже знаю хорошо путь в раздевалку, сам спортзал. Мне очень комфортно заниматься. Мне очень нравится заниматься этим видом спорта. И когда я услышала, что есть такой тренер, который занимается слабовидящими детьми, и мне очень захотелось прийти и посмотреть, и попробовать. Россия лучше всех. А Анапа тоже вносит свой вклад в развитие не только нашего спорта, города, города Анапы и Кубани, но и в целом России. Потому что представители вашей школы, практически их было пять, которые должны были участвовать в Олимпийских играх. Это честь и хвала вашей школы и в целом нашему спорту. В Анапе над дзюдо и самбо специализируется 4-я детско-юношеская спортивная школа. Занятия проходят на базе 10-й спортивной школы. Она достаточно просторная. Старое здание нуждается в ремонте. В администрации рассчитывают войти в краевую или федеральную программу. На следующий год запланирована у нас проектно-смертная документация. Подготовка – это самый главный вопрос. Когда будет все это готово, тогда и можно будет более о чем-то конкретно говорить. Самое главное – подготовить пакет документов. Он соответствовал всему. Проект был, утверждены были все документы. Это самая главная задача. Большое спасибо, во-первых, руководству и администрации города, что нашли место для проведения учебно-тренировочных занятий. Учебно-тренировочный процесс проходит в полном объеме. То есть мы завершаем этот Олимпийский цикл с очень хорошими результатами и входим в новый Олимпийский цикл с большими надеждами. Сегодня специалисты школы разрабатывают программу для реализации в городе федерального проекта «Самбо в школу». Тренеры будут обучать преподавателей. По словам Сергея Ткаченко, им покажут самые простые приемы, фактически азы. Борьба полезна тем, что развивает координацию. Проще говоря, человек лучше стоит на ногах. Навык в современной жизни полезный во всех смыслах. А я напоминаю, что наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...